Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Буквально недавно я вам показывала, как у нас разбушевалась стихия, какой урон она нам нанесла, как были повреждены лозы и ягоды на нашем дачном участке. Вообще, конечно, по стране стихия нанесла очень большие уроны. Я бы сказала, что мы делались легким испугом. Большое вам спасибо за ваши теплые слова, за поддержку. Было очень приятно. Но вообще, что было? Например, в Минске, в некоторых районах вода достигала людям по пояс и выше. Вот так топило улицы. Было очень много отключено электричество, очень много падали деревья. Даже рядом с дачей, в деревне, порядка 3-4 километра между нами, женщину деревом убило. То есть стихия, на самом деле, разгулялась не на шутку. И даже те повреждения, которые я вам показала, то есть на самом деле могло быть гораздо хуже, и мы делались легким испугом. То есть на самом деле могло быть гораздо хуже, и мы делались легким испугом. Ну а сегодня я на втором участке и показываю, что же здесь. Ну а здесь все хорошо. Это парк возле нашего дома. Здесь много больших деревьев. Ну на самом деле все целое, ни одно дерево не повалено. И даже по дороге, когда я ехала сюда, где-то 15-20 километров, вообще все было хорошо. Все целенькое, на полях тоже все хорошо. Конечно, по земле видно, что дождь прошел и прошел сильный. Но в остальном все просто замечательно. Тут у меня мой маленький огородик, который очень хорошо растет. Лук там вообще какой-то мега лук огромный. Замечательно чувствует себя школка. Причем между рядья я буквально несколько дней назад, перед тем, как уезжала на дачу, я состригла всю траву и хотела замульчировать. Но немножко не хватило времени. Я решила, что мульчу я положу чуть позже. Но такое ощущение, как будто я травой не сострекала. Вот буквально пару дней и трава просто огромная. Здесь мы тоже регулярно обкашиваем уже, наверное, раза три. Была скошена трава, но тем не менее она растет, как на дрожжах. Можно корову заводить. Мы ее смело здесь прокормим. Ну вот постепенно начинает пробиваться мой клеверок, который я подсевала. Уже меняется структура травы благодаря покосам. Да, еще, конечно, есть крапива, но уже начинают расти другие травы. Колокольчики такие красивые, клеверочек. Так что постепенно справимся. И посадки этого года тоже растут замечательно. Некоторые просто как на дрожжах. Вот этот кустик я высаживала совсем маленьким. Он был меньше, чем вот этот пасынок. А сейчас уже вот какой большой и красивый. Вот этот кустик тоже вам показывала. Тоже растет хорошо. Так что здесь растет все хорошо, в том числе и трава и бурьян. Ну ничего, траву и бурьян мы постепенно поборем. Москва тоже не сразу строилась. Смотрите, что в школке творится. Я не успеваю за всем уследить. Не успеваю убирать гроздь. А здесь уже вот такие гроздочки завязаны. Вот, смотрите. Ну и конечно, в этом году и так нам природа очень много всяких принесла неприятных сюрпризов. Будем надеяться, что она на этом остановится. И дальше все у нас пойдет более-менее хорошо. Ну а я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите комментарии. Под видео нажав кнопку еще будет ссылка на каталог наших сортов винограда. И мои контакты. До новых встреч!